Также президент отметил, что крупнейшая встреча ученых проходит в дни празднования юбилея. Русскому географическому обществу старейшей организации страны исполняется 170 лет. У истоков стояли знаменитые естествоиспытатели, ученые и мореплаватели. Экспедиции русского географического общества сыграли большую роль в освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, открытии и изучения новых земель. Идея создания общества принадлежала адмиралу Федору Литке. Главной задачей новой организации было собрать и направить лучшие молодые силы России на всестороннее изучение родной земли. Важнейшим событием в истории русского географического общества стало создание постоянной комиссии по изучению Арктики. Это позволило систематизировать экспедиционную деятельность и обобщить полученные уникальные сведения о природе, геологии и этнографии Крайнего Севера. Одно из недавних открытий русского географического общества о том, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева продолжение континентального шельфа России дает нашей стране серьезное преимущество. Дальше, дальше. Продолжать работу в высоких широтах Арктики. Сегодня это очень важно и присутствие в Арктике тоже очень важно. Тем более, что мы претендуем на расширение арктического шельфа. Сегодня Русское географическое общество – это всероссийская общественная организация, объединяющая специалистов в области географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей и всех, кто стремится узнавать новое о России, кто готов помогать сохранению ее природных богатств. В организации около 13 тысяч членов в России и за рубежом. Региональные отделения имеются во всех субъектах нашей страны. В Ненецком округе географы начали плотную работу в 2012 году. Сейчас региональное отделение рассчитывает 12 человек. Они уже реализовали ряд экспедиционных проектов, в том числе проект «Арктика. Миссия добра». Сейчас по результатам экспедиции ведется работа по созданию фильма про остров Айгач. Экспедиция сама носила цель пройти по пути известного художника, первого художника Арктика Александра Борисова. И в составе экспедиции входил оператор, который сейчас как раз занимается созданием этого документального фильма. Кроме того, региональным отделением Русского географического общества был проведен ряд других научных экспедиций. Их проведение стало возможным благодаря сотрудничеству с коллегами из Республики Коми, Ненецким краеведческим музеем, туристическо-культурным центром и организацией «Грин Хом». Алина Волучейская, Александр Дуркин, Телеканал Север.